МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Венсполса. В эфире Курзомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. Новые правила Кабинета министров, вступившие в силу в начале этого года, изменили привычный порядок оплаты коммунальных услуг для Венсполсчан. Прошло несколько месяцев, и сейчас управляющие домами с огорчением констатируют, что возникает большая разница между задекларированными показателями и реально использованным количеством воды. Предприятие водоснабжения УДК организовало собрание для управляющих домами, на котором специалисты объяснили, как начать проверку индивидуальных счетчиков, чтобы выяснить, кто декларирует меньше реально потребленного количества воды. 1 января в силу вступил новый закон об услугах водоснабжения. В результате изменения коснулись системы учета потребленной воды. Новый закон определяет, что при расчетах за водоснабжение учитываются показания счетчика, установленного на вводе в дом, так как вода поставляется всему дому. В свою очередь поставка воды в отдельные квартиры в пределах дома считается внутренним распределением. Винсполчане стали использовать электронную систему декларации показаний счетчиков. А домоуправам пришлось строже контролировать процесс учета воды. Раньше коммунальные услуги винсполчане оплачивали индивидуально. Теперь же они получают счета, и если соседи недобросовестно декларируют показания счетчиков, то это отражается на счетах. Управляющим приходится искать тех, кто ворует воду. Надо бороться с такими жильцами. Ничего не меняется. Ничего не изменилось с предыдущего собрания. Всегда будут недобросовестные. Обязательно будут. Кроме того, кто-то встроил себе водопровод из подвала еще в момент строительства дома. У нас есть разница. Надо идти по квартирам. А это так неприятно. Осенью завершился переходный период, и сейчас управляющие домами дискутируют, как же достичь желаемого результата. Речь не идет о небольшой разнице, возникающей из-за того, что показания декларируются с интервалом в несколько дней. Речь идет о более серьезных потерях, которые распределяются между теми жильцами, которые в течение трех месяцев не подавали показания, либо не установлены сертифицированные счетчики. Некоторые получают просто астрономические счета. Конечно, жильцам теперь сложно привыкнуть. Они задекларировали показания счетчиков. Все у них в порядке. Но все равно какую-то разницу им присчитывают. Мы стараемся объяснить управляющим, что жильцы живут в доме, который является общим имуществом. Он отвечает не только за то, что находится в его квартире. Мы призываем управляющих формировать более тесное сотрудничество. Они говорят, что часто не могут попасть в квартиры, либо там никого нет, либо их просто не пускают. Мы стараемся что-то сделать, но очень сложно бороться с теми, кто не пускает внутрь квартиры. Предприятие Венсполс Нейкуста Мейпо Шуми управляет 163 домами. В 34 из них разница в потреблении воды колоссальная. Прошло более полугода с момента вступления в силу нового закона, который определяет, что водные счетчики являются коммерческими. А счетчики в квартирах всего лишь распределительные. До сих пор в сплощаде считали иначе. Наверное, им было иначе. Но закон есть закон. Нам его надо исполнять. Разница между показаниями возникает главным образом в том случае, если кто-то из владельцев квартиры данные за расход воды предоставляет нерегулярно, либо предоставляет неточные данные, или не предоставляет вообще. В Венсполсе были констатированы такие случаи, когда в семье, где есть ребенок, декларировали всего один кубометр воды в месяц, что вряд ли может являться реальным потреблением. Бывают случаи, когда жильцы не пускают в свои квартиры проверяющих. Один раз мы составили акт о том, что не пускают в квартиру. Второй раз отправили письмо с просьбой быть в определенное время дома для проведения контроля. В случае, если это не будет сделано, квартире автоматически причисляют статус, скажем так, плохой квартиры. И ей будет начисляться эта разница. Все это требует дополнительного административного ресурса. Поэтому мы и обращаемся к управляющим. С нашим ресурсом 5-6 человек это сделать невозможно. Кроме того, днем это делать бессмысленно. Значит, надо ходить по вечерам. Периодически во время контроля специалисты обнаруживаются, что счетчики, установленные в квартирах, не крутятся. Тогда ясно, почему реальное количество потребленной воды не совпадает с задекларированным. Татьяна Сокзаганская, Гонда Порница, Эдгар Синдриксон, Скурзамское телевидение. В сентябре в озере Пузес была констатирована массовая гибель рыбы одного вида. Проводились анализы воды неоднократно. Институт БИОР дал свое заключение, согласно которому причина гибели нехватка кислорода. В сентябре в озере Пузес произошла массовая гибель рыбы одного вида – снитка. Неоднократно проводился анализ воды с целью выяснить причину гибели рыбы. Сниток водится всего в семи озерах Латвии. Одно из них – Курзам и в Пузе. Остальные шесть – в Латгалии. Когда на берег озера выбросило первые тысячи снитков, возможной причиной посчитали загрязнение от очистных сооружений. Но после проведенного анализа эту версию опровергли. Загрязнения констатировано не было. Анализы воды на исследование взял Институт БИОР с целью выяснить возможные причины массовой гибели рыбы. Сниток служит важным звеном пищевой цепочки. Этот вид рыбы редко удается поймать. Она живет глубоко. Полученные из Института БИОР результаты тестов говорят о том, что причиной гибели снитка стала нехватка кислорода в самых низких слоях озера. Нехватка кислорода возникла из-за распада большой массы летнего фитопланктона. Также не исключается влияние потенциально токсичных сине-зеленых водорослей и выделяемых ими токсинов на экологически чувствительный вид сниток. В связи с глобальными климатическими изменениями в последние годы размножение и гибель водорослей наблюдается во многих водоемах Латвии. За последние несколько дней у пожарных Менсполса было несколько серьезных вызовов. В ночь на среду пожарные получили вызов на улицу Прежу, где горела крыша жилого одноэтажного дома площадью 180 квадратных метров. Изгоревшего дома спасли мужчину примерно 70 лет. Этот пожар повышенной опасности был ликвидирован около 4 часов утра. Пожар тушили пожарные из Менсполса, Пилтона и Кулдеги. В ночь на четверг пожар возник на улице Сигулдес. Там горела гостиница. В одном из номеров на первом этаже двухэтажной гостиницы сгорели кровать и шкаф. Спасатели эвакуировали из здания двух женщин. В среду после полудня пожарные получили вызов на улицу Талсу. Там жильцы почувствовали в доме запах газа. Спасатели выломали дверь квартиры и спасли спавшего там 44-летнего мужчину, который отказался от госпитализации. Спасатели закрыли газовый вентиль на печи, из которой и произошла утечка газа. А работники Латвийской службы пропанового газа проверили квартиру после того, как ее проветрили. Вчера вечером поступил вызов в Пилтонскую волость Менсполского края, где горел жилой дом площадью 120 квадратных метров. В пожаре погибла женщина примерно 65 лет. Пожар повышенной опасности удалось ликвидировать только в 3 часа ночи. За минувшие сутки в Латвии погашено 20 пожаров. Второй год подряд Венсполский музей имени Герберта Дорбе вручает приз «Учитель гуманитарных наук года». Писатель Герберт Дорбе был уважаемым человеком среди коллег-учителей и учеников. Круг его интересов не ограничивался только литературой. Поэтому, чтобы поддержать творческих педагогов гуманитарных наук Венсполского края, Венсполский музей в мае объявил конкурс, а в октябре наградил лучшего учителя. В этом году приз получила педагог учреждения дошкольного образования Вара Виксны Инета Гросбаха. Вручение приза «Учитель гуманитарных наук года» музея имени Герберта Дорбе уже стало традицией. Выдвинуть кандидата может любое учреждение образования Венсполса, где работает педагог гуманитарных наук, который активно сотрудничает с музеями нашего города и городскими библиотеками. Учителем гуманитарных наук этого года стала педагог детского сада Вара Виксны Инета Гросбаха. Инета работает в Вара Виксне уже 8 лет, но, по ее словам, после окончания школы она даже не планировала работать в детском саду. Я думала, что никогда в жизни не буду учителем, не пойду получать высшее образование. Мне это не нужно было. После окончания средней школы сестра предложила мне пойти поработать няней в этот детский сад. Я подумала, почему бы и нет. Нужна была работа. Пришла, поработала первый учебный год, и заведующая подошла ко мне в мае, спросила, не хотела бы я пойти учиться, потому что Венсполс поддерживает студентов, а в сентябре уже можно приступать к работе воспитательницы. Я сказала, да, конечно, почему бы и нет, потому что работа с детьми за эти 9 месяцев мне так понравилась. Я пошла учиться. Побудила Инету написать заявку на конкурс заместитель директора по вопросам образования детсада Вара Виксны Расма Яунтерпе, которая поддерживает всех педагогов Вара Виксны. Мне хотелось показать работу своих девочек и то, что они со многим справляются. Уже давно отмечают, что наши дети часто посещают библиотеку и в школьное время, что является результатом всей этой работы. Возможно, если бы не настойчивость методиста, Инета и не подвела бы итоги прошлого плодотворного учебного года. В сентябре Инета и Расма составили проект для конкурса, который получился достаточно объемным. Культурная жизнь Вара Виксны очень богатая. И во многом это заслуга Инеты. В нашей группе практически все пятилетние дети уже умели читать. Это произошло благодаря одной маме, работающей в Парвинской библиотеке, с которой мы начали сотрудничество и один раз в месяц ходили в библиотеку Парвинта. Они устраивали нам небольшие занятия. Позже мы стали участниками программы по подширению чтения детской жюри. Там нам давали книги, которые мы забирали в детский сад и изучали их, читали, рассматривали. Мы приезжали и в музей Герберта Дорбе. Мы много куда ходили и ездили. Но это далеко не полный список тех мероприятий, в которые были вовлечены дети подготовительной группы Инеты. Детям прививали любовь к Венсполсу и Латвии, расширяли их кругозор. Вручение приза стало приятной неожиданностью для Инеты. У меня был полный шок. Мне принесли приглашение и сообщили, что я должна прийти в музей. Я подумала, что всем такие разослали и все должны прийти. А в конце они говорят, что я должна взять с собой копию паспорта. И я стала догадываться, что что-то не так. А потом поняла, что, наверное, я получила этот приз. Тогда было шоковое состояние, но было очень приятно. Приз стал сюрпризом и для методиста. Это большой сюрприз для нас всех. Подать заявку подали, но особо не ждали. Думали, что все активно работают. Это было для нас очень приятным сюрпризом. Я думаю, что это хорошая поддержка для того, чтобы дальше работать в этом направлении. Как призналась Инета, ей приятно то, что ее работу оценили. Теперь остается только двигаться вперед и не сдавать позиций. Татьяна Шаховская, Инс Жоденч, Курзамское телевидение. Венсполский дом творчества с каждым годом предлагает все больше образовательных программ по интересам. Особой новинкой этого учебного года стала возможность посещать кружки не только в центре города, но и в Парвинте. Также в этом году в Доме творчества Венсполса впервые создана молодежная организация Маспулкс. Подробности в сюжете. В далеком 1929 году в Латвии была создана организация Маспулки, подобная скаутскому юношескому движению в Америке. Карлис Ульманис во время эмиграции в США вдохновился идеей и решил, что и латвийской молодежи нужна особая организация, которая уделяла бы больше внимания сельскому хозяйству и формированию общественной жизни. В Латвии подобные клубы называются Маспулки, а в Европе – 4H. Что означают буквы 4H? Head – голова, heart – сердце, hands – руки, health – здоровье. Поэтому участники Маспулков считают, что основа успешной жизни – это доброе сердце, острый ум, работящие руки и крепкое здоровье. Клуб под знаком 4H приглашает детей и подростков совершенствовать себя в творческой, целеустремленной и способствующей сотрудничеству среде. Маспулки, как мне известно, в Венспулсе еще не создавали. Но то, чего не было, создает еще больше интерес. В этом году у нас есть педагог, у которого опыт участия в Маспулках. И мы подумали, почему бы у нас в Доме творчества не создать такую группу. Участвуя в этом кружке, дети и подростки 7-19 лет получают опыт, который им может пригодиться как в школе, так и в жизни. Это возможность для детей и подростков осуществить свои идеи, которые могут возникать у них в повседневной жизни. Тут их можно будет реализовать на практике, создавать проекты и от начала до конца их реализовывать, попробовать свои силы в презентации и в разных других конкурсах. Руководитель кружка Маспулкс рассказывает, что на занятиях члены организации смогут реализовывать свои творческие идеи и заниматься тем, что их увлекает и интересует. Они сами смогут придумывать себе игры и другие занятия. Также участники будут заниматься разработкой как групповых, так и индивидуальных проектов. Как дети смогут использовать полученный опыт? Во-первых, это работа над собой. Все начинается с идеи, которую можно будет реализовать тут. Это самореализация. Ребенок может поставить цель, которая будет стремиться и думать о том, как ее достичь. С какой целью ты пришла в этот кружок? К чему ты хочешь научиться? Я хочу попробовать себя в бизнесе, получить новые навыки. Участие в Маспулке не означает только то, что его участники получат опыт в разработке и презентации проектов. Это означает жить в гармонии с природой, оставить след в истории Латвии и Венспулса. В этом учебном году Венспулский дом творчества предлагает посещать более 60 кружков. В шестой раз в Маспулсе прошли Дни Ливской культуры. В этом году они были ознаменованы тремя яркими событиями. Первый – 220-летний юбилей поэта Яниса Принцеса. Вторая – презентация новой научной работы о ливском языке. И третья – в Венспулсе гостили представители родственной ливам финно-угорской народности. Дни ливской культуры стартовали в Венспулской главной библиотеке. Особое внимание было уделено двум научным исследовательским работам, одна из которых издана Тартусским университетом. Первый сборник научных статей на английском языке – о ливском языке. Эта книга стала результатом работы многих лет. Благодаря многим проектам, особенно осуществленным в рамках года ливской культуры и языка, который был в 2011 году, изменилось отношение, восприятие, стало возможным осуществлять более крупные проекты. Например, такой, как ливская грамматика, который фактически реализован благодаря хорошим предыдущим результатам. Думаю, что мы смогли осознать то, что нам нужно сделать. Мы продумали и поняли, чего мы хотим достичь в ближайшие годы, что надо сделать. Конечно, у нас много работы дома по созданию основы. Надо сделать что-то хорошее для нашего народного дома. Он давно нуждается в крупном ремонте. Эти работы никогда не закончатся, они бесконечны. Но самое главное – наполнить будни содержанием. В этом году дни ливской культуры были посвящены известному работнику культуры, переводчику и поэту Янису Принцессу, со дня рождения которого исполнилось 220 лет. В Венсполсе установлен памятник, и сквер носит его имя. Одна из лекций была посвящена исследованию родного дома поэта, который до сих пор сохранился. Он был значим не только как работник культуры, не только как поэт, но и как человек, который сохранял ливский язык. Он первый издал книгу на ливском языке, сочинял стихи на ливском языке. Библиотека при поддержке самоуправления издала сборник его стихов. Знатоков ливского языка осталось совсем немного, однако в последние годы интерес к ливской культуре растет. Если судить по тому, как интересуют людей эти вещи, каков языковой ресурс, какое значение имеет ливский язык и в Эстонии, и в Латвии, в основном в Латвии, то ситуация складывается хорошая. Мы с коллегами обсуждали, что благодаря исследованиям языка за последних пару десятилетий ливский язык стал одним из самых изучаемых малых финно-угорских языков Балтийского побережья, если не самый. История исследования ливского побережья относительно небольшая. Изданы несколько книг о побережье в целом и о конкретных ливских поселках. Унаследовав своей матери начатый труд, работу продолжила Байба Шуфцина. Этим летом она приступила к работе над новой книгой, которая станет посвящением ливов к столетию Латвии. Если говорить о ливском побережье, ливских поселках от Венспо-Садоколки, то каждый год полтора, максимально два, у нас выходит новый сборник про культурно-исторические ценности, связанные с каждым из поселков. В книгу войдет самая существенная культурно-историческая информация о том, как выглядят поселки сейчас. Я проехала все поселки от Овеши до Менсилса, и теперь у меня полное представление, как выглядит лифское побережье в 2016 году. Осознание своей принадлежности только умножает и укрепляет процесс передачи наследия следующим поколениям. Мне нравятся слова Валца Эрнштрейта. Чем больше мы будем знать о ливской культуре, чем больше мы будем знать о ливском языке, тем больше мы узнаем о латышской культуре, об истории Латвии. Ведь это нас больше обогащает. Можно сказать, что ливское культурное наследие является и курзомским национальным наследием. Думаю, что мы прекрасно осознаем, что если у нас не будет крепких корней, и мы о них ничего не узнаем, у нас не будет будущего. Уже сейчас видно, какое это будущее. Но если мы не будем знать ту силу, то, что нам оставили предки, будет еще печальней. Особым в этом году был и концерт, в котором приняли участие представители финно-угорской народности. Эстонцы, сеты, финны, удмурты и морийцы. Татьяна Саксаганская, Артур Анчет, Грендриксон, с Курзомское телевидение. По традиции в Венсполсе и в Венсполском крае чествовали известную оперную певицу Аллы Деваны. Два концерта состоялись в Центре культуры, а в Тарголе возле дома оперной певицы состоялось мероприятие, на котором ученики Таргольской основной школы вспоминали Аллы Деваны латышскими народными песнями. Курзомское телевидение также побывало на этом мероприятии. Аллы Деваны – латвийская оперная певица, обладательница уникального драматического сопрано. После революции 1905 года вместе с семьей Аллы Деваны уехала в США, Бостон. Там прошли ее школьные годы, там она училась играть на скрипке, там же состоялся ее певческий дебют. Талант Аллы Деваны заметили и пригласили ее в Италию. В Милане ей посчастливилось учиться у самого Марио Ванца, педагога, у которого брал уроки, и Федор Шаляпин. Характер Аллы Деваны был таким же сильным, как и ее тембр голоса. Она была смелой и самоуверенной женщиной. На заднем торце дома располагался балкон. Мы можем увидеть то место, где он когда-то находился. На этот балкон она выходила и пела, так что было слышно во всем Тарголе. Харалдс Давидс, шофер Таргольского школьного автобуса, хранит воспоминания о Бали Деваны, с которой он какое-то время жил в одном доме Яуналкшни. Харалдсу тогда было совсем немного лет, однако у него сохранились яркие детские воспоминания об этой великодушной женщине. Солидная, красивая, хорошая дама. Ходила по дому, постоянно напевая. Если я работал, складывал дрова, она поддерживала меня, угощала конфетами. Очень хороший, душевный человек. В то же время она была очень справедливой. На чердаке когда-то стояли чемоданы с разными надписями, иностранные дипломы на разных языках. Я был маленький и не понимал тогда, что на них написано. Алида Ванна выступала на различных оперных сценах мира. В Аргентине, Чили, Голландии, США, завоевывая мировое признание. Также Ванна несколько лет подряд была солисткой латвийской оперы, но в Латвии ее успех не был столь широк. В Латвии ее не хотели принимать, потому что мало о ней знали. Она была известна на весь мир. Но в Латвии завистники плели интриги. Были другие примадонны, у которых тогда было большее влияние. Необычный тембр голоса и выдающиеся способности позволяли оперной певице исполнять как лирические, так и драматические партии. Любимой ролью Алиды Ванны была партия Аиды из оперы Джузеппе Верди Аида. Но настоящее эстетическое удовольствие она могла доставить и выдающимся исполнением латышских народных песен. Педагог Таргольской школы Маргита Кронберга ежегодно устраивает Дни музыки, посвященные памяти оперной певицы. В программу Дни музыки включены лекции об Алиды Ванны, викторины, конкурсы и концерты, которые проходят в Венсплотском центре культуры. По словам педагога, необходимость проводить подобные мероприятия неоспорима. По крайней мере для школьников, которые знакомятся с личностью и творчеством Алиды Ванны. Алиды Ванны очень популярный человек, по крайней мере в Тарголе. Она оперная певица, которая много где побывала. Она начала петь с 7 лет, пела в разных оперных театрах. Ежегодной традицией является поездка учащихся в Яуналкшне, сохранившийся по сей день дом Алиды Ванны и возложение цветов на ее могиле на кладбище Докупе. Дом оперной певицы находится в весьма плачевном состоянии, но ситуацию, к сожалению, пока изменить нельзя. Это частная собственность, владельцы которой не располагают средствами для его ремонта. Мы когда-то говорили, что можно было бы одну комнату превратить в музей. Это было бы замечательно, потому что с этого края больше нет такого человека, известного на весь мир, как Алиды Ванны. Было бы чудесно сохранить память о ней хотя бы таким способом. Педагоги Таргельской школы и Менсполской музыкальной школы стараются сохранить память о великой латышской оперной певице и передать ее своим учащимся, чтобы воспоминания о таланте, который Алиды Ванны унесла далеко за границы своей родины, не исчезли и передавались из поколения в поколение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Воскресенье 16 октября с 13.00 до 15.00 в Приморском музее под открытым небом отметят Великий день каши. В этом году планируется провести День каши, чтобы обобщить все известные и неизвестные рецепты каши в единой вселатвийской поваренной книге каши. В Венсполском музее можно будет продегустировать три вида каши и научиться варить настоящую кашу. Не пропустите парад фартуков из коллекции музея, который состоится в 2 часа дня. Школьникам, студентам и пенсионерам в музее предусмотрены скидки. Обязательно возьмите с собой ивенты. Доступны и семейные билеты. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию 19 октября в 18.30 на порталах венсполс.лв, вентазбалс.ру, а также на информационном канале Скатвис. На вопросы горожан ответят. Первый заместитель председателя Венсполской городской думы по вопросам сотрудничества, член комитета по вопросам культуры, образования и спорта Гунтис Блумбергс, председатель комитета по вопросам образования, культуры и спорта, председатель комиссии по вопросам культуры Венсполской городской думы Илз Бунте, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и спорта, член комиссии по вопросам культуры и директор Венсполского музыкального училища Андрис Криглес. Тема беседы в этот раз – поддержка самоуправления возможности проведения свободного времени предложения культурно-развлекательных мероприятий в Венсполсе. Вопросы можно задавать на порталах венсполс.лв и вентазбалс.лв. Также вопросы можно направить на адрес электронной почты к ТВТ-эдкурзамыс.лв. В рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 5.00 вечера вопросы принимаются по телефону 636-01-139. Позвонить в студию можно будет и во время беседы по телефону 636-27-360 или 29-185-371.